Алексей Алексеевич, здравствуйте! Добрый день! Ну, хотел бы начать с вами с приятного, конечно, разговора, но начну с неприятного, потому что события, которые разворачиваются в Казани, и вы как раз тоже об этом сообщали. Вы как школьный учитель, как вообще отреагировали на эту историю, и могут ли учителя в такой ситуации что-то сделать? Вы задумывались об этом? Нет, учителя ничего не могут. Такие случаи, они изолированы, но они есть и будут. Существует довольно значительное количество нестабильных отношений внутри школы, которые после школы как бы окаменевают, превращаются в гнев, и совсем мало, но тем не менее не есть таких людей, таких бывших учеников, сохранивших гнев. По разным причинам пытаются по-разному выместить это на свои альма-матер. И мы в Казани, думаю, мы еще увидим это следствие четырехлетней давности истории, следствие четырехдавнолетних конфликтов, которые не рассасываются вот так легко. И редко, но приобретают такие формы, когда человек приходит мстить, когда он внутри себя, вот с этим, носящий несколько лет гнев вокруг себя, он становится взрослым, получает право на оружие, и под влиянием совершенно разных обстоятельств, в том числе психической нестабильности, он применяет это оружие. Можно ли говорить о том, что эта история пошла из США, потому что в свое время еще, кстати, Стивен Кинг написал нефантастический роман «Гнев», но и многие как раз склонны видеть в этом влияние США. Вот насколько это справедливо, как вы считаете? Это совсем несправедливо, потому что влияние США заключается в том, что в США более свободен доступ к оружию, и поэтому, собственно говоря, такие случаи достаточно были часто. В тех странах, где доступ к оружию меньше, там и меньше, собственно говоря, таких случаев. На самом деле, еще раз повторяю, в природе взаимоотношений школы-ученик бывают вот такие эпизоды, имея в виду, бывают такие отношения, я бы сказал, и очень редко, тем не менее, это единичные случаи. Послушайте, сколько сотен тысяч учеников выходит каждый год из российских школ, и сколько таких случаев пальцем одной руки. Три мы можем посчитать за последние десять лет. И это просто психическая нестабильность, здесь нужно наблюдение, наблюдение родителей в первую очередь. Человек живет в семье, когда родители это не видят, то они, собственно говоря, это упускают. И очень важно тут мнение отца, стрелка, который, как же так, он же учился, но ничего не видел. А парень, тем не менее, вел в соцсетях с февраля, если мне не изменяет память, по предварительным данным, свой абсолютно человеконенавистнический телеграм-канал или твиттер, я уже не помню, что он там вел, по-моему, телеграм-канал. И, конечно, и родители, и правоохранительные органы, они отслеживать должны эти вещи. Но за всеми, я сразу скажу, сразу не возлагаю ответственность ни на правоохранительные органы, ни на родителей, в том смысле, что уследить за взрослым человеком, а парня 19 лет, это взрослый человек, такие уже в армии служат, с оружием в руках, да, по призыву, невозможно. И такие исключения не будут. Как журналисты должны освещать такие темы, чтобы не перейти вот эти тонкие грани, учитывая, что дети, учитывая, что пострадавшие, учитывая, что горе родители? Смотрите, во-первых, пока идет операция по освобождению заложников, пока идет захват заложников, здесь очевидны самоограничения. Террорист, захватчик заложников, это террорист, тут надо понимать. Террорист может отслеживать действия правоохранительных органов по сообщениям медиа, по сообщениям телеграм-каналов, соцсетей. И здесь можно только призывать. Ну, у СМИ есть правила по этому поводу. А что касается людей, которые просто, частных граждан, которые ведут в соцсетях свои наблюдения за этим делом, они должны помнить, что террорист имеет доступ к этому, и он может отслеживать действия правоохранительных органов. Этого делать ни в коем случае нельзя. Сообщать о действиях правоохранительных органов нельзя. Речь идет о жизни заложников, а не о жизни террориста, я хотел бы обратить внимание. Но после этого существуют законы о персональных данных, о несовершеннолетних и так далее. Тоже надо понимать, и надо понимать, что семьи, потерявшие своих близких, своих детей, находятся в состоянии шока. Это вопрос, если говорить о профессиональных журналистах, вопрос, как правило, решен, есть правила, умения, профессиональные умения. Надо это помнить. Но, к сожалению, повторю, что сейчас каждый мнит себя журналистом, каждый, у кого в руках аккаунт в любой соцсети. И здесь, ну как ты ограничишься? Это непрофессиональное поведение. Потом, когда схлынет волна, нужно полностью информировать людей. Для чего? Для того, чтобы такие события не повторялись. Вот идет, например, многочисленная информация, которая непроверяемая, о наличии охранника или отсутствии охранника. И здесь возникают спекуляции, в том числе и у депутатов, о том, чтобы в школе не было охранника. Кого называете охранником? А был ли вооружен охранник? А человек, который в этот момент был, он вахтер, но он охранник. Он был первой жертвой, он был застрелен, попытался помешать войти человеку с оружием. Он был застрелен. И поэтому такое углумление, в том числе от депутатов, оно, как его назвать? Охранник, вахтер. Что такое охранник? Это человек, член ЧОПа или Росгвардии? Или это отслуживший мужчина, которого школа наняла, сидеть на входе и проверять? Это же важная история все. Поэтому с информацией надо обращаться строго. И важно, если ты не уверен, абсолютно ссылаться на источник. Желательно, этот источник должен быть, которому вы доверяете. Вот на ваш взгляд, все-таки наличие соцсетей, активность граждан и быстрое появление, самые разные, часто непроверенная информация, оно как-то влияет на профессиональную журналистику? Потому что можно долго проверять факты и упустить время. Вот как вы считаете, есть ли в этом проблемы? Мы не соревнуемся по скорости. Мы как профессиональное радио, как профессиональное медиа, у нас тоже есть наши соцсети, мы принципиально в свое время приняли решение, что мы не будем бежать впереди паровоза и непроверенной информации соцсетей, а тем более из анонимных соцсетей. Вообще на них и Москве запрещено давать информацию из анонимных соцсетей. Запрещено и все в новостях. Ведущие могут там ссылаться, а там, где новости, мы просто не даем. Пусть мы проиграем во времени, мы выигрываем в доверии. И это принципиальная позиция и моя, как главного редактора, и журналистов «Эхо Москвы», потому что люди же не всегда, они там со злым умыслом, им показалось. А им показалось. И они не профессиональные журналисты, они лепят то, что им показалось, знаете, врет как свидетель. И когда профессиональные СМИ, которые обладают репутацией, подхватывают эту ошибку, еще раз повторяю, не специально созданы фейк для того, чтобы сеять панику, а эту ошибку, она приобретает вес, и этого допускать нельзя. Но на то и есть профессиональные медиа, тем они отличаются. Профессиональные медиа, пользователи соцсетей, у которых есть перед собой, во всяком случае, ответственность. А как вы относитесь к таким каналам, как, например, «Генерал СВР», который известен тем, что делает определенные вбросы? Нужны такие каналы? Если вы спрашиваете, что такое «нужны», они кому нужны? Они нужны их потребителям. Они нужны их потребителям, они нужны людям, которые им верят. Они нужны, они лекарства. Может быть, они плацебо, они лекарства. Может быть, они паникеры, они лекарства. Но они существуют. Насчет «Наихи Москвы» информационникам запрещено употреблять эту продукцию анонимных телеграм-каналов, в том числе и названных вами, ровно потому, что мы не можем идентифицировать источник. Мы перед нашими слушателями в долгу, мы их снабжаем проверенным продуктом, потому что внутри проверенного продукта может возникнуть отравленное яблочко, специально запущенное. Мы пытаемся минимизировать потери. И в этом смысле мы относимся к этому как к неизбежности. Оно существует, и наши пользователи частично ими питаются. Но мы ими не питаемся. На ваш взгляд, сегодня, если рассматривать ситуацию внутри России, потому что часто приходится слышать, что идет информационная война. Но часто, опять же, говорят о том, что она идет между условным Западом и Российской Федерацией. А внутри России эта информационная война, она есть, как вы считаете? Я вообще не понимаю, что такое информационная война. Если говорить о медиа, существуют медиа с разной редакционной повесткой. Существуют медиа реакционные, существуют медиа либеральные, существуют медиа партийные. И это не обязательно медиа, которые воюют друг с другом. У них просто разная информационная повестка. Но можно ли сказать о том, что когда вы заходите в универсал, идет война между полкой со сковородками и полкой с овощами? Но нет же, кому-то нужна сковородка, кому-то нужны овощи. Кому-то и то, и другое. Поэтому каждая медиа, если говорить о профессиональных медиа, ведет свою повестку, ту, которую она считает правильной. Что касается нападок разных медиа на друг друга, ну, это их, собственно говоря, повестка, и пусть их пользователи пользуются. Мы относимся к этому, пожали плечами. Наша повестка – это политика нашего государства, и не только нашего государства, как внутреннее, так и внешнее, а не медийное. Мы не можем жить в медийном обществе, имея в виду между медиа. Мы нашим слушателям, относятся они к медиа, не относятся они к медиа. Являются ли они президентами, или являются ли они оппозицией. Мы относимся одинаково. Мы не делаем один продукт для Путина, а другой продукт для Навального, а третий продукт для Байдена. Нет, мы делаем один и тот же продукт, и если эти люди наши слушатели и потребители, они его и потребляют, или не потребляют. Что касается позиций других медиа, в этом смысле она нас меньше волнует. А история с иностранными агентами, потому что недавно как раз такой статус присвоили Медузе, которая базируется в Риге. И вообще, на ваш взгляд, для чего был нужен этот закон, как он применяется, и к каким последствиям все это может привести? Ну, если относиться к этому как хирург, то есть человек, который должен сделать операцию, в ней эмоционально, независимо от того, что у тебя лежит на столе, или кто у тебя лежит на столе, то понятно, что история с информационными, с иностранными агентами, это для того, чтобы уменьшить их влияние, уменьшить способ их распространения. А власть, недовольная редакционной политикой, ну, в частности, Медузы, и не только Медузы, и Радио Свобода, и Свобода на Европу у нас, и ее филиалами, она пытается уменьшить их распространение. Для этого она всячески затрудняет их деятельность в Российской Федерации. Но это все равно так же, как она замедлила твиттер-ленту. Это то же самое, грубо говоря. Потребление Медузы стало сложнее, поскольку она вынуждена все время писать вот этот, на мой взгляд, абсолютно бессмысленный текст. Рекламодатели от Медузы и других иностранных агентов уходят, значит, у них меньше возможностей для работы профессионально, денег меньше, работать меньше возможно. Стали уходить журналисты, мы это знаем. То есть власть пытается сократить распространение материалов, которые делает тот или иное медиа, которым власть недовольна. Одним из формальных поводов для этого является вот иностранное финансирование. В свое время, когда президент Путин стал президентом, несмотря на все наши отношения разнообразные с ним, эхо Москвы перестало получать возможность распространяться, завоевывая новые и новые города на конкурсе. По-моему, за 21 год мы выиграли на конкурсе в государственной комиссии всего три города. И мы пять раз выходили на Красноярске, шесть раз выходили в Новосибирске. Нет, Новосибирску и Красноярску не нужно эхо Москвы. Она замедлила наше распространение. Понятно почему. Ну, мы пожали плечами и стали вкладываться вот в YouTube, для того, чтобы YouTube стал каналом распространения. Ну, что ты тут сделаешь? Против лома нет приема. По-моему, надо продолжать работать, независимо от того, как к тебе относятся и что предпринимают против тебя властные структуры. Если ты профессионально работаешь, то продолжай работать профессионально. А того, что ты оперируешь в Боткинской или в полевой палатке, конечно, много чего меняется, возможности меньше, как в хирургах. Все равно оперируешь. Ну, оперируй. Мы оперируем.